Привет, друзья! Сегодня мы в гостях у Полины. А не просто так, чтобы узнать, как ухаживать за домашними животными. Привет, Полина! Расскажи нам, как ты за ними ухаживаешь. Привет! У меня не только собака. У меня есть еще и рыбки, и кролики, и даже две собаки. Одна тут, а другая там. За рыбками не очень-то тяжело ухаживать, да и за остальными животными. Подожди, давай остановимся на собачке. Это какая порода? Как ее зовут? Это порода Кокерспаниэль. Это персиковый цвет, и он очень редкий. То есть, обычно щенки рождаются черными или белыми. Белые? Рождаются? Ну, Маш, ты не сказал, что нашу собачку зовут Рики. Ну, она у нас живет на улице. Ну, она у нас раньше жила дома, а мы ее выгнали на улицу. Ну, почему? Ну, она себя плохо вела. Да? Ты плохо вела сейчас? И у нас это не девочка, а мальчик. Еще он очень веселый, прям как я. И за ним легко ухаживать, потому что он милый и объятливый. Полида, а как ты успеваешь ходить в школу и ухаживать за домашними животными и ходить еще в школу? Я в обед ухожу в школу, утром я кормлю собак. Когда я со школы прихожу, пока мама готовит кушать, я беру и тоже опять кормлю, потому что на улице сейчас холодно, и они худеют. Из-за этого надо питаться, и чтобы они были не такими уж худыми. Еще я кое-что добавлю. Ну, у нашей собаки очень густая шерсть, за ней нужен должный уход. Поэтому мы берем ее, периодически моем. Ну, не в холод, как у нас сейчас за окном, а просто моем летом. Моем, когда теплый день, чтобы она не сгущалась. Один раз мы ее постригли, она у нас была настолько лысая, что мы аж сами от удивления не узнали ее. А еще я почти каждый день ее расчесываю, чтобы шерсть не путалась, когда он бегает на улице. А какие команды он у вас знает? Он знает. Он знает. Рикки будет печеньку? Будет Рикки печеньку? Рикки будет печеньку? Это его любимая самая команда, потому что Рикки будет печеньку, он сразу отзывается и бежит ко мне, потому что знает, что ему сейчас дадут какой-нибудь вкусняшкой. Ну, вот мы узнали, сколько у меня дома животных. Подожди, а как у тебя появились собачки? Вот это классный вопрос. Она у нас появилась так. Мы, получается, у нас были друзья, и они нам оставили собаку свою. Она у нас была некоторое время, месяца два. Потом они забрали свою собаку, а чтобы мы не разочаровывали, что у нас ту собаку забрали, они нам оставили маленького щенка. И он у нас вот так вот рос сначала, он жил в доме, мы его получали в доме. И это он не хотел, очень не хотел. Мама разозлилась, и он у нас в великой улице. Расскажи какой-нибудь интересный случай, связанный с Рикки. Ну, у нас иногда бывает, вот если люди просто проходят, машины ездят, или даже вообще пустая улица, то два моих умных очень щенка бегут и лаят на пустой забор, на пустую улицу или на прохожих. И они, получается, как защищают свою часть дома. И главное, этого не любит мама. У меня есть не только собачки, но у меня есть еще и рыбки. Пойдемте к рыбкам. Вот наши рыбки. Ух ты, какой большой аквариум. А как вы меняете в нем воду? Ведь тут так много воды. Ну, тут не очень-то легко за ним ухаживать. Потому что надо, когда вода испаряется, доливать воду. Вот, чистить фильтры. Вот, ну, и кормить их. Ну, и также надо еще чистить раковины, ухаживать за растениями, которые там растут. При этом, если вода очень грязная, даже если фильтры не справляются, надо брать и вычерпывать воду, примерно до уровня растений. Потом доливать воду, именно теплую воду надо доливать. Вот так вот, Глеб. Как вы кормите рыбок? Мы их кормим червячками. И у нас тут еще есть сомики, которые чистят стеклышки, стенки растения. И им даем по три таблеточки. Потому что, если дать туда и много таблеток, то вода может испортиться, и рыбки могут умереть. Поэтому мы их даем, даем три таблетки. А что за таблетки, я не понял. Ну, это специальные таблетки, которые, которые немного при... Они сначала твердые, а когда они попадают в воду, они слегка растворяются, и рыбки их тоже едят. Но в основном их едят маленькие сомики, которые плавают по дну и чистят нам аквариум. А так мы других рыбок кормим специальными червячками, которые мы покупаем в магазине. А где вы купили этот аквариум? Мы посмотрели фильм и решили, что там была история про рыбок. И мы решили, что рыбки успокаивают. И когда ложишься спать, они плавают, и так ты быстрее засыпаешь. И мама подумала, лучше сюда купить аквариум, чтобы не было тут пустого места. И поэтому мы купили аквариум все вместе. Поехали в магазин и купили рыбок. Запустили, и мама посадила растения, чтобы было красиво. И вот теперь рыбки живут не в магазине, а у нас дома. При этом надо рыбок покупать маленьких. Потому что если вы купите больших рыбок, они привыкли к своей воде, которая есть в магазине. А так вот, поэтому они у вас не поживутся. А если вы купите маленьких, то они быстро у вас, как к вам, привыкнут, и будут вас радовать больше. У меня есть еще и другие животные. Я жду вас еще в гости. А пока, пока-пока. Пока! 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 Пока!